Ну что ж, начнем мы, наверное, уточненное рассмотрение с того, что сформулируем второе начало термодинамики. Вот, наверное, с этого пойдем и сформулируем его так. Невозможен вечный двигатель второго рода. Невозможен вечный двигатель второго рода. Чтобы было понятно, о чем идет речь, надо сказать, что такое вечный двигатель вообще, что такое первого рода и второго рода в частности. Ну где-то, наверное, в 17-18 веке было очень много всевозможных проектов вечных двигателей. И ученые, ну или те, кто считали, что они близкие к ученым, активно обсуждали эти проекты. Но каждый раз оказывалось, что что-то не работает. И из-за того, что что-то не работало, раз за разом постепенно формулировались некоторые утверждения, которые в конце концов были сформулированы так. Парижская Академия Наук сказала, что она больше проектов вечных двигателей не принимает. Вот фактически история шла вот именно таким образом. При этом вечные двигатели делились на две категории. Первая категория вечных двигателей была основана на нарушении закона сохранения энергии. Собственно, закон сохранения энергии и был сформулирован, когда из всех экспериментальных фактов выяснилось, что невозможно создать устройство, которое бы брало энергию ниоткуда. То есть для того, чтобы совершить работу, в обязательном порядке нужно откуда-то взять энергию. Эта идея и утверждение соответствуют невозможности создания вечного двигателя первого рода. Это первый род. Ну и формульным выражением для вот этого вот утверждения стала формулировка первого начала термодинамики, что дельта q равно ду плюс работа. Вот это. То есть невозможно просто создать работу, не забрав откуда-то энергию. Либо энергию из внутренней энергии, либо энергию, принесенной извне. Это вот первое утверждение было и вечный двигатель первого рода. Вечные двигатели второго рода существенно хитрее. Их авторы придумывали примерно следующее. Они предлагали брать энергию из какого-нибудь тела. Ну, например, есть у нас океан. Давайте из него вытаскивать энергию. Чуть-чуть охладим, но ничего страшного, зато получим работу. Ну, еще чуть-чуть охладим, еще вытащим работу, энергию из вот этого океана и получим еще работу. Ну, если просто прикинуть, то для того, чтобы охладить океан на один градус, нужно... Ну, то есть, скажем так, если охладить океан на один градус, нужно получить какую-нибудь работу в какие-нибудь пета-джоли. Ну, то есть, очень много. Ну, и вот эта идея, что можно охладить какое-то тело, лежала в основе вечного двигателя второго рода. Но она не сработала. То есть, она не сработала, и ни одно устройство, которое было предложено на основе охлаждения этих вот каких-то тел, не приводило к реализации этой идеи. А вот тогда, ну, и было сформулировано такое утверждение, что невозможно получить или создать вечный двигатель второго рода. Эту формулировку впоследствии развивали и ее конкретизировали. Ну, вот конкретизация Клаузиуса была такой. Если мы имеем какой-то обратимый процесс, произвольный обратимый процесс, ну, то есть, который идет не так, не обратимый, а произвольный круговой процесс. Круговой процесс, круговой процесс. Циклический? Циклический, да. Ну, повторяющийся. Это по кругу идущий. То невозможно из этого процесса получить работу, не имея единственным следствием получения работы. Вот. Вот так вот. Невозможно забрать тепло у какого-то тела, имея единственным следствием получения работы. по-русски, что КПД не может быть 100% ну да, то есть обязательно нужно куда-то часть энергии сбросить ну тогда будет 100% ну это как раз в том самом случае когда у нас неравенство превращается в равенство неравенство превращается в равенство ну скажем так, один из тех случаев один из тех случаев другая формулировка другая формулировка такова что КПД цикла Корно является максимальным КПД среди всевозможных тепловых машин у которых одинаковая температура нагревателя и холодильника цикл Корно обладает наибольшим КПД среди всех возможных циклических процессов у которых одинаковая температура нагревателя и температура холодильника следующее утверждение следующее утверждение было таким энтропия замкнутой системы не убывает энтропия замкнутой системы не убывает энтропия замкнутой системы не убывает но я вот сформулировал сейчас 4 утверждения ну первое невозможно создать вечный двигатель второго рода второй второй невозможно передать тепло превратить все тепло в работу часть тепла должна быть отработавшие как это как-то выброшено наружу третье кпд цикл карно максимален и четвертое это энтропия замкнутой системы не убывает вот это 4 на самом деле можно написать и сформулировать чуть ли не 18 а то и может быть и больше при почти эквивалентных определений этого второго начала термодинамики я думаю что нам хватит вот этих четырех просто чтобы понять что там собственно происходит в нашей термодинамической системе для того чтобы это понять мы вернемся к нашему циклу карно который мы рассматривали первое что нужно сказать про эквивалентность определений даже при прежде чем цикл карно говорить сначала эквивалентность определений первого и второго то есть эквивалентность определения что невозможно создать вечный двигатель второго рода второе определение это что невозможно передать тепло от более вот невозможно передать тепло от какого-то тела прямо в работу не создав при этом не создав при этом сброс куда-то тепла ну давайте поймем в чем тут дело если у нас если у нас можно создать такой машины пойдем от противного в которой можно совершить работу без отдачи части тепла наружу то то сейчас секундочку так из этого нужно наверное должно следовать что мы можем сделать на основе этого устройства вечный двигатель второго рода сейчас поймем почему вечный двигатель вечный двигатель второго рода это машина которая забирает только забирает тепло у какого-то тела и превращает его в работу а собственно понятно тогда я наверное сформулировал собственно второе то что я назвал второе это просто определение вечного двигателя да да это определение вечного двигателя тогда нужно еще одну формулировку еще одну формулировку второго начала термодинамики значит формулировка второго начала термодинамики будет такой так тепло не умеют самопроизвольно переходить от более холодного тела к более горячему телу тепло не умеет самопроизвольно переходить от более холодного тела к более горячего тела это еще одна формулировка второго начала термодинамики тепло не умеет самопроизвольно переходить от более холодного тело к более горячему телу вот если мы над ним с ним ничего не сделаем то есть если мы с этой системы ничего не сделаем изнаружи то тепло само само от холодного горячего не перейдет ну вот да это вот будет вторая формулировка и понятно что если не выполнена вот эта формулировка то есть тепло может перейти от более холодного более горячему то дальше мы можем от более горячего забрать это количество теплоты пропустить какую-то через тепловую машину и получить работу то есть мы можем создать вечный двигатель второго рода таким образом вот то есть у давайте так введем т нагревателя который больше чем т холодильника ку холодильника в ку нагревателя не переходит при отсутствии внешнего воздействия ну при а равном 0 то есть это вот вторая формулировка от более нагрета от более холодного был нагретым невозможно второе что невозможно что если у нас есть какой-то ку нагреты его нельзя передать в работу передать в работу если не совершается какая-то отдача какой-то части теплоты ну да если ку холодильник тогда при ку холодильника равно на нулю значит это тоже невозможно почему потому что если мы все переведем в работу все переведем в работу тогда можем построить тогда у нас кпд должен быть равен единички давайте сейчас с циклом карно разберемся с циклом карно разберемся есть берем цикл карно и у цикла карно у нас некоторые некоторые параметры который называется кпд который равен отношению работы к ку нагревателя зарочная работа к количеству к теплоты нагревателя так вот это может быть найдено как ку нагревателя минус ку холодильника делить на ку нагревателя если мы имеем вот такой вот процесс в котором вся все количество теплоты переходит в работу не порождая части тепла который берет в холодильник то кпд такого цикла будет равна равно просто единица кпд такого цикла будет равна единиц теперь сделаем две машины одну в которой машина карно а вторую вот эту идеальную машину здесь будет ты нагревателя здесь будет ты холодильника присоединим их к одним и тем же нагревательным холодильником и теперь запустим вот эту идеальную машину идеальную машину в режиме производства работы то есть не будет выходить работа а цикл карно запустим в режиме холодильника в режиме холодильной машины ну то есть обратим его у него кпд меньше единички здесь работа а здесь и лишняя работа для того чтобы запустить цикл карно в обратную сторону нам достаточно какой-то работы и он будет забирать дельта q от холодильника и превращать ее в дельта q нагревателя но работа вот этого идеального цикла идеального цикла ну кпд этого идеального цикла равно единица соответственно если мы подберем таким образом вот рабочее тело этой идеальной машины и цикла карно чтобы количество теплоты вот этого нагревателя но скажем были бы одинаковы от нагревателя здесь тоже сделаны дельта q нагреватель а здесь ничего нет вот здесь вот 0 значит дельта q нагревателя будет переходить в работу причем работу будет переходить все и он будет заставлять перекачиваться теплоту от холодного к горячему здесь производят здесь требуется больше энергии смысла здесь производится больше энергии чем требуется здесь но учитывая что здесь не единица а здесь и дельта q нагревателя мы можем подобрать да а значит нет в случае цикла карно у нас вот эта вот работа и ку нагревателя ему требуется для того чтобы породиться вот эту ку владельник ку колодельник отсюда можно выразить вот так вот в этом случае если мы возьмем идеальную машину в котором все количество теплоты идет от нагревателя то она будет порождать работу большую чем вот эта работа на как раз вот эту величину ку холодильник значит для того чтобы сохранить выполнить закон сохранение энергии нам нужно будет забирать отсюда какое-то количество теплоты от холодильника так хорошо сделаем так вот вот так вот нормально так понятно вот здесь вот 0 вот здесь вот 0 здесь все перекачивается в работу это понятно при этом вот эта работа больше чем то работа которая требуется для запуска цикла карно избыток этой работы можно использовать на получение работы правильно то есть вот это вот а можно написать что это а карно а работа из идеальной а идеальная равно а карно плюс дельта а вот это такое идеальное устройство которое так получено построено является нечто ничемным как вечным двигателем второго рода потому что от нагревателя и к нагревателю идет одинаковое количество теплоты то здесь ничего не расходуется а здесь здесь мы забираем у холодного тела какое-то количество теплоты превращаем его в дельта а в вот это вот та самая дельта а которое я здесь написал то есть вот вся эта штука работает как вечный двигатель второго рода это понятно нет он здесь не участвует здесь сказано что значит вот это первое что невозможен процесс когда от холодного передается к горячему без совершения работы здесь вот это второе утверждение что мы не можем превратить всю работу всю полученную количество теплоты в работу почему потому что при этом мы можем использовать цикл карно для того чтобы перетаскивать от холодильника к нагревателю какое-то количество теплоты и работа которая пойдет на цикл карно она будет меньше поскольку вот это вот кпд цикла карно меньше единички очевидно меньше единиц значит она будет немножко меньше чем работа которая производится эти этой идеальной машиной то есть мы на выходе получаем забор энергии у холодильника и получение работы дельта а то есть получаем вечный двигатель второго рода неудачно значит такая ситуация невозможно то есть мы не можем только забирать энергию у холодильника ну и значит не можем полностью передавать всю энергию в работу что еще что еще может быть что еще может быть утверждение что кпд цикла карно является максимальным как достижимым кпд у системы которые обладают одинаковыми холодильниками и одинаковыми у всех систем у всех машин которые обладают одинаковыми холодильниками и одинаковыми нагревателя как здесь делать предположим предположим опять что есть такая машина, у которой КПД больше, чем цикл Корно. Опять, это противно. Пусть существует КПД больше, чем КПД Корно. Тогда тогда опять запустим вот такой процесс такого типа. Работа, которую мы будем производить вот этой машиной, у которой КПД больше, чем цикл Корно, будет равна КПД умножить на Q нагревателя. Запустим Корно в обратную сторону. Корно в обратную сторону, тогда здесь будет минус. значит, А Корно будет равно это на Q. Теперь уже, поскольку у нас в обратную сторону минус А Корно, здесь будет Q холодильника. Это Корно. ну и тогда А минус А Корно равно это ну, здесь минус, тогда здесь тоже нагреватель может нагреватель. это минус это Корно не так, А Корно равно это Корно на Q нагревателя, и тогда А минус А Корно равно это минус это Корно умножить на Q нагревателя. Что получается? что в этом случае мы опять получаем вечный двигатель второго рода. То есть у нас есть дельта А, дельта А равная А минус А Корно, но только схема здесь чуть-чуть изменилась. Если в предыдущем рассуждении у нас было вот здесь вот ноль, вот здесь ноль, то в этом рассуждении у нас получилось так. вот у нас Корно, он тащит дельта Q нагревателя, забирает дельта Q холодильника, здесь T нагревателя, здесь опять вот эта вот идеальная машина, идеальная машина, которая берет дельта Q нагревателя, дельта Q холодильника, причем дельта Q холодильника меньше, чем дельта Q холодильника Корно. И здесь T холодильник. Если у нее КПД больше, то тогда сюда идет работа от нее. И здесь эта работа идет на Корно, а здесь еще часть дельта А, которую мы получаем. Опять получили вечный двигатель второго рода. Получили вечный двигатель второго рода. про цикл Корно мы в прошлый раз говорили, что он обратимый, что его можно пустить в обратную сторону. вопрос не единственный обратимый. Нет, он не единственный обратимый, обратимым является еще и... В смысле существует единственное КПД, при котором цикл обратимый. значит, сказали, что обратимый может быть либо такой процесс, у которого изотерма. Кстати, сформулируем аккуратно обратимость, раз уж мы об этом заговорили. Сформулируем, что такое обратимый процесс. значит, является обратимым. Если у нас есть какое-то состояние 1 и какое-то состояние 2, и мы можем пройти из состояния 1 в состояние 2. Это просто процесс. Просто процесс. Так вот, процесс обратим, если в любой момент времени мы можем пройти из состояния 2 в состояние 1 и при этом и при этом и при этом термодинамическое состояние как вот этого рабочего тела, так и всех окружающих тел оказывается остается неизменным. То есть возвращается в исходное состояние. Процесс обратим. Если если при возврате из состояния 2 в состояние 1 мало того, что система переходит просто, то есть параметры состояния остаются, но еще и вне этой системы не возникает никаких термодинамических изменений. То есть не только в ней самой возвращается все к исходному состоянию, но и вне ее. Тоже ничего не меняется. То есть можно пройти как туда, так и обратно. Хочется понять в каком случае будет необратимый процесс. Мы знаем, что какое-нибудь механическое взаимодействие, ну там скажем, столкновение шаров. Просто взяли два шара абсолютно упруго столкнулись, удалились, разлетелись. Его можно вернуть обратно во времени. Однако вот такими процессами очевидно являются далеко не все процессы. В первую очередь не будет обратим, наверное, процесс, в котором есть трение. Если в процессе содержится трение, то он не является обратимым. Почему? Потому что при трении происходит передача механической энергии в тепловую, то есть происходит разогрев, а потом это тепло постепенно уходит куда-то. И собрать это тепло из тех тел, куда оно ушло, обратно не представляется возможным. Почему? Потому что для того, чтобы собрать тепло, значит, оно ушло от более нагретого тела, где есть трение, к более холодному, потребуется совершение работы. совершение работы у нас, значит, мы потратим какое-то извне. Нам нужно приложить извне какое-то действие, ну а раз мы извне приложили какое-то действие, то эта система уже очевидно необратима. То есть мы изменили состояние всех взаимодействующих объектов. то есть наша система не может взаимодействовать с окружающим. То есть тепло взяло и ушло значит оно перешло куда-то если оно уходит значит оно перешло к более холодному. Значит нужно обратно от более холодного передать его к более горячему но и ничего не получилось. Система необратима. Какая еще система будет необратима? Предположим у нас происходит процесс теплопередачи при какой-то ненулевой разности температур. То есть тепло передается но есть какая-то разность температур. Но если есть какая-то разность температур то при этом возникает поток энергии от нагретого к холодному. Для того чтобы вернуть систему в исходное состояние вернуть систему в исходное состояние нам необходимо затратить работу. Нам необходимо совершить работу чтобы тепло перешло туда. Но опять же поскольку мы совершаем работу нам нужно откуда-то эту энергию для этой работы взять энергии откуда-то берем от каких-то других тел опять изменяется состояние системы. На этом деле процессы которые содержат разность температур конечная не могут быть обратимыми. остается только один вид процессов это изотермический процесс либо процессов в которых не передается тепло наружу или снаружи не забирается тепло то есть адиабатический процесс как можно реализовать адиабатический процесс можно в чистом виде адиабатический процесс реализовать а можно реализовать процесс с рекуперацией с регенерацией когда мы имеем два каких-то процесса скажем два изохарических процесса на одном забираем тепло а на другом передаем его внутри же системы обратно то есть происходит передача внутри системы но при этом наружу ничего не теряется. При таких процессах, когда есть изотермы, или же какие-то варианты реализации адиабатического процесса за счет того, что мы внутри системы передаем тепло, но не передаем его наружу, то есть процесс с регенерацией, в таких случаях мы будем достигать максимального КВД, равного КВД цикла Карна. Собственно, это цикл Стирлинга и цикл Эриксона. Почему не сверху тренинг, сложно сделать основные на тренинг? А если на тренинг, то, опять же, как только появляется тренинг, часть энергии уходит в тепловую, в другую форму. Значит, она нагревает, например, стенки этих сосудов или в чего-то, в стенки рабочего тела, если есть тренинг. Да, потом эти стенки нагреют наше тело обратно. Нет, не нагреют. Тепло не умеет передаваться от более холодного к более горячему. Она от более горячего к более холодному пойдет. Да он туда доедет, он уже будет более холодным. И там как и Пашиманина, он станет более холодным. Не пройдет. Когда приедет, приедется от этого плотрия. Вот два тела, которые взаимодействуют, эта энергия за счет трения переходит в тепловую. А дальше она благополучно дефундирует. И уходит от наших взаимодействующих объектов. Не перегонится. Не перегонится, потому что она умеет идти от нагретого к холодному. Вот процесс КУ нагревателя в КУ холодильника идет сам собой. Это естественный процесс. А вот в обратную сторону нам нужно совершить работу. Вот этот процесс, он запросто еще часть энергии выводит в работу. Но если вы имеете работу силы трения, то вы подогрели, по крайней мере, какое-то другое тело. Ну а для того, чтобы вернуть обратно энергию, потраченную на трение, вам нужно использовать какую-то машину за счет работы, передавать обратно тепло. Так. Значит, это вот процесс обратимый. Есть еще один процесс необратимый. То есть при разности температур. При конечной разности температур. Можно сделать более хитро. Можно сделать какой-то процесс, но набрать его из бесконечно малых, изотермических и адиабатических процессов. То есть я тоже в прошлый раз рисовал вот эту зигзагообразную линию, которая аппроксимирует какой-то, ну скажем, изобарический процесс. Если у нас есть вот какая-то такая зависимость, то вот мы можем ее адиабатой, изотермой вот так вот зигзагообразно приблизить. Вот так. Вот какой-то процесс. И мы его приближаем с помощью бесконечно малых процессов. Но в этом приближении есть одно но. Сложное но. У нас в каждый момент времени нужно, чтобы система пришла в состояние термодинамического равновесия. Потому что если у нас будет неравновесный процесс, то он станет однозначно необратимым. Ну вот трение неравновесный процесс. Передача тепла из одного состояния в другое, она тоже будет неравновесной. То есть всегда будет какое-то направленное движение тепла. Есть третий пример процессов, в которых происходит необратимая передача. Это расширение газа в вакуум. Расширение газа в вакуум. Предположим, у нас есть какой-то объемчик. Вот здесь вот газ. Внезапно мы берем и убираем вот эту стенку. Стенку убираем. Что произойдет с газом? Молекулы, которые здесь двигались, будут как двигались, так и продолжать двигаться. Работа при передвижении сюда будет равна нулю. Ну потому что здесь нет силы, которая сопротивляется. Нет сопротивления. Значит, сила ноль. Поэтому работа равна нулю. Значит, в этом случае внутренняя энергия будет сохраняться. Равна нулю. Внутренняя энергия сохраняется. Извне мы тепло не подводим. Значит, уб констант. При этом температура газа при расширении останется постоянной. Внутренняя энергия зависит только от температуры. Т равна константе. Процесс является изотермическим. Т равна константе. Однако, несмотря на изотермичность вот этого процесса, вот этот процесс все равно необратим. Дельта Ку равно нулю. Работа, работа, ну, элементарная работа – это П на ДВ, но П равно нулю в правой части. Как только мы убрали стенку, давление стало ноль. Значит, работа равна нулю. Значит, ноль равно ДУ плюс ноль. Отсюда ДУ равно нулю. ДУ – ноль. Раз ДУ – ноль, мы получаем изотермический процесс. Раз, расширение газа в вакуум. Он изотермичен. Он действительно изотермичен. Однако он необратим. Почему? Потому что, если мы захотим каким-то образом обратно загнать наш газ в наш объем, мы должны уже будем совершить работу. Почему? Ну, как бы здесь, естественно, совершить работу, потому что давление теперь уже будет не нулевое. Вот у нас, у нас воплощение. Достали. Прошло какое-то небольшое время. Часть молекул попала в правую часть, а большую часть все в левую. В правую уже появилось давление, и тем, которым слева, чтобы перейти направо, придется, ну, пройти разные давления. Ну, на самом деле, как только мы убрали стенку, сразу же по всему объему у нас давление на некоторое время обнулится. Пока молекулы не долетят до стенки и не начнут стукаться. Так нет, ну они же, вот мы убрали стенку, они, ну, часть, которая летела налево, она все еще летит налево, она все еще летит направо, все еще летит направо. Да, да. Ну, она будет стукаться вот по этой стенке, продолжать стукаться, а та, которая летит налево, она будет просто продолжать лететь налево. Ну да, но с разной проблемой. Температура, ну, ну, неважно. И температура в любом случае у нас, поскольку скорость молекул от этого не изменится, ну, вот они так продолжают, то есть так они стукались на стенку, а так стукаться на стенку просто не будут, они будут просто продолжать лететь. Долетят до стенки. Мы просто только что говорили, что изотермический процесс обратима, теперь говорим, что они не все обратимы. Не все обратимы, совершенно верно. Сейчас я просто показываю, что если у нас просто изотермический процесс, и он идет крайне медленно, то есть он идет как равновесный процесс, он проходит набор равновесных состояний, он идет квазистатически. Он будет обратимым. А вот такой вот процесс расширения газа в вакуум не является необратимым. Он действительно не является квазистатическим. То есть нужно, чтобы процесс был квазистатичен. Ну или квазиравновесен. Равновесный процесс. То есть в каждый момент времени должно быть равновесие. Понятно почему. Потому что обратно загнать его потребуется работу совершить. Работу против давления этого газа. То есть сам по себе он не захочет. Как только потребуется работу совершить, мы должны для того, чтобы совершить работу, забрать откуда-нибудь количество теплоты, ну и вернуть систему в исходное состояние. Возвращаемся к тому, с чего мы начали. С чего мы начали. Значит, у нас КПД цикла Корно является максимально возможным КПД для всех тепловых машин, у которых одинаковая температура нагревателя и холодильник. Больше этого быть не может. А теперь еще одно рассуждение. Рассуждение такое. Цикл Корно у нас состоит из двух изотерм и двух одиабат. Две одиабаты и две изотерм в координатах ПВ. Вот такой вот цикл Корно. Что будет, если мы возьмем идеальный газ, мы ведь получили цикл Корно и КПД цикла Корно, используя законы идеального газа. То есть для идеального газа мы рассчитали к нагревателю к холодильнику и получили, что КПД Корно равен T нагревателя минус T холодильника делить на T нагревателя. Это идеальный газ. Идеальный газ. Давайте сделаем следующее. Возьмем две машины, которые работают по циклу Корно. Обе работают по циклу Корно. В одной машине у нас будет идеальный газ, а в другой машине у нас будет какое-то произвольное рабочее тело. То есть две машины. Одна с идеальным газом, вторая с произвольным рабочим телом. И опять сделаем вот такую систему. Т нагревателя. Это Корно-газ. Корно-идеальный газ. А здесь Корно-любое тело. Ну, предположим, эта машина имеет КПД, то есть тоже Корно, да, цикла Корно. Предположим, она имеет КПД больше, чем КПД цикла Корно. Что значит, что она машина Корно? Она работает по вот этому циклу. Но здесь не обязательно газ. Здесь может быть вообще любое рабочее тело. Здесь может быть жидкость, там, я не знаю, твердое тело, но главное, что цикл Корно. Главное, что вот цикл именно такой вот. Что будет тогда? Если у него КПД больше, чем КПД цикла Корно с идеальным газом, то мы получаем вот эту ситуацию, точнее, вот эту ситуацию, и мы можем сделать вечный двигатель второго рода. Ну, то есть КПД больше, чем КПД Корно. Тогда мы запускаем эту систему, и мы получаем вечный двигатель. Нехорошо. Значит, КПД у этого цикла не может быть больше, чем КПД цикла Корно. А если у него КПД меньше, чем КПД цикла Корно, то мы можем эту систему запустить в обратную сторону. Тогда цикл Корно запустить в режиме тепловой машины, а вот этот вот цикл запустить в режиме холодильника. И мы опять получим вечный двигатель второго рода. Отсюда следствие, что если у нас цикл Корно с идеальным газом, и если у нас цикл Корно с произвольным рабочим телом, то их КПД должны быть одинаковы. Следовательно, КПД Корно идеальный газ равен КПД Корно любое рабочее тело. Здесь одинаковые температуры нагревателя и холодильника. Здесь вот существенно что... Нет, тут тупер большего масштаба. Насчет большего масштаба. Мы можем сделать другой процесс. Мы можем взять машину, у которой КПД отличается. То есть совсем другую машину. Но у нее не будет изотермического процесса сверху и не будет изотермического процесса снизу. И тогда у нас не получится вечного двигателя. Тогда мы должны будем откуда-то еще добирать энергию. Теперь давайте перейдем от этих циклов, от этих вечных двигателей, к какому-нибудь произвольному циклу. Давайте рассмотрим совсем произвольный цикл. Но будем считать его обратимым. Будем считать, что его обратимым. То есть он идет очень-очень медленно. Он в каждый момент времени равновесный. И в каждый момент времени он статический. На самом деле таких циклов не бывает. Потому что идти он будет бесконечно долго. Но, по крайней мере, на этих изотермах он будет идти бесконечно долго. Собственно, и цикл Корно на самом деле никто не использует. Потому что для того, чтобы температура здесь не менялась, если у нас температура рабочего тела и температура нагревателя совпадают, то теплоемкость у нас будет бесконечность. А тело с бесконечной теплоемкостью будет очень-очень медленно нагреваться. Ну, очень медленно. Поэтому работая этого цикла, нам все-таки нужно получить какой-то выход энергии за конечный промежуток времени. Поэтому никто не использует цикл Корно. Это только вот некоторая умозрительная вещь, которая описывает ограничения на возможное КПД. То есть любой другой КПД будет меньше. Итак, берем произвольный цикл, произвольные формы. Но главное говорим, что он обратимый и квазистатический. И в каждый момент времени у нас равновесное состояние достигается. То есть это вот набор таких вот очень маленьких шажочков и равновесных состояний по температуре. Давайте нашинкуем вот этот вот цикл с помощью АДИАБАД. Построим много-много АДИАБАД. Много-много АДИАБАД. И эти АДИАБАДы соединим очень-очень маленькими изотермами. Причем сделаем вот этот вот шаг между АДИАБАДами. Вот по количеству теплоты бесконечно мало. Дельта-Ку будет стремиться к нулю на каждом шаге. То есть между этими двумя изотермами изменение будет пускай мало. Значит, что у нас в прошлый раз было доказано? Что если у нас есть цикл Корно, цикл Корно, то есть идеальный такой вот цикл, то в нем отношение количества теплоты... Значит, вот здесь вот у нас Ку нагревателя, здесь у нас Ку холодильника. А здесь Ку равно нулю, дельта-Ку. Это нагреватель и Т-холодильник. Так вот, мы в прошлый раз показали, что для цикла Корно выполнено, что Ку нагревателя делить на Т-нагревателя равно Ку холодильника делить на Т-холодильник. Ну, это легко понять из сравнения вот этого уравнения и вот этого уравнения. Для Корно здесь Ку нагревателя минус Ку холодильника делить на Ку нагревателя. И здесь вот то же самое. Ку нагревателя минус Ку холодильника делить на Ку нагревателя равно Т-нагревателя минус Т-холодильника на Т-нагревателя. Ну, отсюда следует вот это. что Q-нагревателя пропорциональна температуре. И для каждого цикла Корно у нас будет справедливо, что Q, который он получил, вот это Q-нагревателя, а здесь соответствующий ему Q-холодильник. Давайте назовем такое отношение, количество теплоты к температуре, приведенным количеством теплоты. Вот это приведенное количество теплоты. То есть введем вот это вот, для бесконечно малых оно будет выглядеть так, дельта Q делить на T, для бесконечно малых. Если дельта Q стремится к нулю, то есть изменение количества теплоты очень-очень малое, то на каждом этапе мы можем считать, что температура почти не изменилась. Почти не изменилась. Вот эти кусочки будут сводиться фактически к точкам. К крохотным отрезочкам бесконечно мало. Поэтому у нас будут отношения, приведенные теплоты, у нас будет дельта Q какой-то и Т делить на Т и Т. Мы можем, в общем-то, варьировать дельта Q и Т, можем варьировать дельта Q и Т, но варьировать их таким образом, чтобы дельта Q каждой было бы бесконечно малым. Но в этих пределах мы можем управлять этими дельта Q и Тами. То есть мы можем их менять. Давайте выберем дельта Q и Т и так. Выберем таким образом, чтобы дельта Q и Т делить на Т и Т было бы величиной постоянной. То есть дельта Q и Т нам нужно, чтобы они были бы бесконечно малыми. Но чтобы переход от одного к другому был бы очень-очень мал. Но это единственное жесткое требование, которое накладывается на вот эти дельта Q и Т. А в остальном мы можем брать их чуть-чуть побольше или чуть-чуть поменьше. Все равно будет получаться цикл Корно, и все равно будут какие-то там температуры. Еще раз. У нас есть произвол на выбор дельта Q и Т. Мы можем брать их одинаковыми, например. Это один вариант. А мы можем, например, брать их ну как бы пропорциональными к какому-то величине. Все, что нам нужно, чтобы выполнилось бы постоянство вот этого отношения. Это вот все, что нам требуется сейчас. Давайте сделаем вот такую вот штуку. Зачем нам это нужно? Где нам это пригодится? Давайте напишем дельта Q положительная. Ну или дельта Q нагревателя. Для этого нам нужно просто просуммировать. Это будет сумма дельта, ну вот этих вот дельта Q и Т нагревателей. То есть сумма по верхней части вот этих циклов. Дельта Q нагреватель. Это количество теплоты, которое получено от нагревателя. Ну дельта Q же у нас расстояние по диабетам, нет? Ну да. Так на каждом вот этом кусочке, на каждом этом расстоянии между диабетами, у нас система получает тепло. Вот на этом участке, здесь Q нагреватель положительный. И она, она же когда возвращается обратно по вот этому участку, она отдает теплоту холодильнику. То есть на изотермах? На изотермах. На изотермах. Вот это у нагревателя ИТ, а здесь у холодильника ИТ. Я сейчас хочу написать полное количество теплоты, полученное от нагревателя. От всех нагревателей. Суммарные. Дельта Q нагревателей. Это сумма дельта Q нагревателей ИТ. А теперь смотрите, что я сделаю. Я ничего не испорчу, если я умножу и разделю. Это на температуру. Это будет сумма Т и Т дельта Q нагревателей ИТ делить на Т и Т. Сумма берется по И. Ничего не изменилось. Но по нашему вот этому вот предположению, выбору, это величина постоянная. Значит, ее можно спокойно вынести за знак этой суммы. Ну и вот здесь я могу вот эту константу обозначить. Давайте ее назовем дельта Q с ноликом делить на Т с ноликом. Какое-то такое отношение температуры. Количество теплоты к температуре. Тогда дельта Q нагревателя будет равно дельта Q нагревателя с ноликом делиться на Т нагревателя с ноликом с ноликом умножить на сумму по И Т и Т. Совершенно аналогично мы можем проступить с нижней частью цикла. В нижней части цикла у нас холодильники дельта Q холодильника и Т холодильник. Мы можем переписать, что дельта Q холодильника равно дельта Q холодильника с ноликом делить на Т холодильника с ноликом сумма по И Т и Т. Но если здесь сверху Т и Т нагревателя положительное верхнее, то здесь Т и Т холодильник. У нас случайно не получил что для Т и Т нагревателя дельта Q холодильника. Потому что это в одной ситуации мы идем от крайней правой в крайнюю левую складываем границу. Значит, вот мы берем от этой точки мы идем до этой точки. То есть мы один раз идем по этой части, а другой идем по этой части. И верно ли я понимаю, что дельта большой дельта Q нагревателя равно большой дельта Q холодильника? Нет. Почему? Сейчас. Сейчас, секундочку. Значит, что мы можем сказать, что если здесь нагреватели, вот это отношение для нагревателей, в каждом цикле корно будет этому же самому отношению для холодильников. То есть вот это отношение и дельта это отношение будет одинаково. у нас дельта Q это некоторое расстояние между одиабазами, да? Да. То есть если мы сумеем расстояние с самой правой до самой левой или с самой левой до самой правой, оно не должно меняться. Потому что это расстояние. Да. Тогда у нас еще дельта Q большие равные, но это не то, что мы хотим прожить. Почему? Сейчас посмотрим. Давайте напишем. Давайте для всего цикла напишем выражение для КПД. Напишем КПД. КПД это дельта Q нагревателя минус дельта Q холодильника делить на дельта Q нагревателя. Ну, или же единица минус дельта Q холодильника делить на дельта Q нагревателя. или же единица минус минус. И вот здесь поскольку у нас для каждого цикла корно для каждого цикла корно, который у нас входит в эту систему, отношения приведенной количества теплоты при нагреве и при охлаждении абсолютно одинаковы, то вот эти отношения будут тоже и для нагрева, и для охлаждения одинаковы. То есть дельта Q с ноликом нагревателя Т нагревателя и дельта Q с ноликом холодильника Т холодильника равны. Они сократятся. И получим измениться минус сумму по И Т Итых нагревателей делить на сумму по И Т Итых холодильников. Смотрите, вот у нас на этом шаге на каждом цикле Корно, на каждом таком отношении для каждого такого цикла мы имеем, что у нагревателя и у холодильника приведенные теплоты одинаковы. Сейчас, вот у нас вот то одинаково, а не вот то. это же разные вещи. Значит, у нас нет. стоп, стоп, стоп. Значит, мы имеем имеем вот здесь вот маленький цикл Корно. Да. Мы имеем Q нагревателя и, соответственно, Т нагревателя вот здесь. Т нагревателя. Мы имеем Q холодильника и Т холодильника. Для этого, для этой пары вот это и вот это одинаково отношения. Ну. То есть, мы берем, что дельта Q нагревателя делить на Т нагревателя и Т какое-то равно дельта Q холодильника делить на Т холодильника тоже и Т. дельта. Это у нас разница между величинами. А тут у нас абсолютно не величина. И... есть... нет... стоп, 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 стоп. Единственное, что здесь, может быть, тебя путает вот что. Здесь знак, что это положительная величина, да? Нет, нет, нет. А вот кухла отдельника у меня в таком варианте, она тоже положительная. Нет, это у меня нет. Что путает? Нет, сейчас, может быть, дай мне. Да, это что-нибудь. Ну, сейчас, вы просто навешиваете дельту, просто берете и навешиваете дельту. Дельта? Да. Потому что вот на этом шаге у меня вот как раз дельта-ку. То есть у меня стало бесконечно малое превращение. То есть если я здесь брал конечные величины, для каждого, вот он, я, цикл Корно, вот он был вот какой-то, он был конечный. Здесь ноль, ноль, вот это на каждой адиабате, а на каждом, на каждой изотермии у меня был такой нагреватель или кул-холодильник. Я теперь перешел к бесконечно малым циклам. Я перешел к бесконечно малым. То есть теперь вот здесь вот бесконечно малым, но фактически дифференциал. И здесь тоже дифференциал. Соответственно, вот на этом шаге у меня вот бесконечно малый дельта-ку нагреватель, здесь бесконечно малый дельта-ку холодильник. И по нашему выбору они равны. Это вот дельта Ку 0 делить на Т0. Так вот, если мы уже для вот этого цикла, для всего, просуммируем такие величины, то дельта Ку нагреватель и дельта Ку, вот эти отношения, приведенная теплота и для холодильника, они одинаковы. Они прекрасно сократятся. И останется только здесь сумма температур и здесь сумма температур. А теперь, что это значит сумма температур? Если мы разделим и умножим на число таких вот шажочков, то сумма температур, сумма Титых, давайте допишу, дельта Ку нагревателя с ноликом на Т с ноликом равно дельта Ку холодильника с ноликом на Т с ноликом холодильника, а здесь нагреватели. И второе. Если я введу сумму по И Титых нагревателей делить на Н, это не что иное, как Т нагревателя среднее. Ну, либо вот так, либо вот так. Среднее. Точно так же, если я введу сумму по И Титых холодильников, Итых разделить на Н, это среднее Титых холодильников всех. Получится единица минус... Нет, не здесь. Вот там, где вы еще стали. Это? Самая последняя. Нет. Вот тут схема, где Т и Н, где на Т. А, вот здесь сверху холодильников, а снизу нагреватели. Да, конечно. Снизу нагреватели. Угу. Я переверну. Правильно. Значит, получится, что если мы разделим и умножим на Н, то здесь будет Т холодильников и Титых среднее делить на Т нагревателей среднее. Что видим? Что видим? Значит, здесь у нас некоторый цикл, который мы можем заключить между двумя температурами. Одна температура будет температура, наибольшая температура нагревателя, а другая будет наименьшая температура холодильника. Сейчас перенарисую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот так вот. Вот это Т нагревателя максимальная, это Т холодильника минимальная. А вот наш цикл внутри вот этого вот глобального цикла Корно. Тогда на каждом из вот этих вот участков температура Т и Т меньше, чем Т максимальная. Т нагревателей и Тых меньше, ну или равна, Т нагревателя максимального. Соответственно, средняя, вот та, которая там, следовательно, средняя Т нагревателя меньше или равна Т нагревателя максимум. Ну, если все одинаковы, ну, это фактически вот такой процесс. Ну, тогда мы имеем равенство, а если они хоть чуть-чуть отличаются, то имеем неравенство. Аналогично Т холодильника и Т больше или равно, Т холодильника максимум, минимальная. Средняя Т. Т холодильника больше или равно, Т холодильника минимум. Т холодильника минимум. Ну, и теперь сравним. Тогда КПД КПД равный единица минус Т средняя нагревателя на Т средняя холодильника холодильника делить на Т средняя нагревателя будет... Теперь нужно разобраться с неравенством. Здесь все нормально. Да, здесь все нормально. Значит, теперь разбираемся с неравенством. Заменяем здесь числитель на меньшее значение. У нас вот этот вот эта величина уменьшится. Заменяем знаменатель на большее значение. Вот эта величина еще уменьшится. То есть вот это уменьшается и это... Так, сейчас числитель увеличивается. Нет. Знаменатель увеличивается. Так, знаменатель увеличивается, а числитель уменьшается. Уменьшается. Значит, Значит, вся дробь становится меньше, а единица минус эту дробь становится больше. То есть получаем вот такое неравенство, меньше или равно КПД цикла Корно. Отсюда следующее утверждение, что КПД цикла Корно является максимальным КПД среди всех возможных циклов, заключенных между двумя температурами максимальной и минимальной. КПД цикла Корно имеет наибольший КПД среди всех возможных циклов, заключенных вот в таких вот пределах. Так. Ну и что нам осталось сделать? А, нам остался последний шаг. Последний шаг. Давайте теперь не количество теплоты складывать, а попробуем сложить вот эти приведенные теплоты по этому циклу. Рассмотрим теперь сумму. Дельта Q и T нагревателей на T и T нагревателей. Это мы складываем все полученные от нагревателей. И вычтем. 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 Дельта Q и T холодильников делится на T и T холодильников. Ну, сейчас. Как бы нам сделать это? Смотрите. Когда вот мы считаем здесь дельта Q холодильников, поскольку мы писали вот здесь вот, мы считали, что Q холодильника взято по модулю, это положительная величина, это тоже положительная величина. То есть здесь у нас Q нагревателя у нас система получает, а Q холодильника она отдает, 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 поэтому я вот имею вот эту величину, вот эту величину дельта Q и T. И у меня эти дельта Q и T, они, ну, вот если брать вот в этой системе обозначений, то они положительные. Они положительные. При этом, если я буду двигаться вот отсюда сюда, у меня будет вклад с плюсом, но когда я пойду вот отсюда сюда, если я буду рассматривать систему, то есть если я буду рассматривать количество теплоты, которые получены системой, то отданное у нас будет с минусом, и будет тогда она тоже, ну, то есть здесь она будет отрицательная. Здесь она будет отрицательная. То есть вот, если я рассматриваю вот такую вот сумму, здесь неважно тогда, куда я поставил, под одну сумму или вот здесь двера одинаковая, то есть я могу вот так вот собрать. То есть я могу написать, что это просто сумма, так, как бы это, вот здесь отданное, от данное, а здесь и полученное. То есть я могу это переписать, как дельта Ку и Т нагревателей делить на Т и Т нагревателей плюс дельта Ку и Т холодильников полученное. И здесь полученное. Делить на Т и Т холодильников. Вот так вот. При этом дельта Ку полученное равно минус дельта Ку отданное. Дельта Ку полученное для холодильников равно минус дельта Ку отданное. Тоже для холодильников, для каждого. Дельта Ку. Один. Дельта Ку. Дельта Ку. Ну, а вот такая сумма у нас для каждой пары будет равна нулю. Просто потому, что для каждого цикла Корно у нас выполнено вот это соотношение. То есть вот эти величины у нас просто ноль для каждой итой пары. А что у нас стоит вот здесь, в правой части? Ну, фактически сумма бесконечно малых – это интеграл. И поэтому мы получаем, что интеграл по дельта Ку делить на Т. По процессам нагрева дельта Ку больше нуля плюс интеграл от дельта Ку делить на Т, где процессы охлаждения дельта Ку меньше нуля, дает нам ноль. Вот эта ветвь верхняя, это ветвь нижняя. Поэтому можно написать, что интеграл по замкнутому контуру от дельта Ку делить на Т есть ноль. Интеграл по замкнутому контуру от дельта Ку делить на Т есть ноль. Вот мы наконец получили вот это вот замечательное соотношение. И вот что оно означает? Если мы движемся, вот у нас цикл, если мы движемся от какой-то точки А к какой-то точке В, причем неважно какой, движемся по какой-то одной части цикла, а потом возвращаемся к какой-то другой части цикла, то мы фактически находим вот этот интеграл. Но этот интеграл можно переписать еще так. Это интеграл, ну вот давайте это назовем первое, а это второе. Это будет интеграл дельта Ку делить на Т, а первое Б плюс интеграл от дельта Ку на Т от Б второе А, то есть в обратную сторону, и это будет ноль. Но если мы поменяем направление интегрирования, вот здесь, во втором, то интеграл от дельта Ку на Т А первой Б, при изменении направления интегрирования у нас поменяется знак, но мы переменимся в правую часть, то будет равно интеграл от А второй Б от дельта Ку делить на Т. Получается, что наш интеграл в левой и в правой части одинаков, но при этом нам не важно по какой траектории идти, по верхней или по нижней. И если мы будем рассматривать все возможные такие вот циклы, которые являются обратными и квалистатическими, то для этих всех циклов у нас интеграл не зависит от пути интегрирования. То есть он зависит только от А и Б, но не зависит от пути. То есть это некоторая функция от А, Б, но не важно, по какой траектории прошла система из первого состояния во второе. Ну, поскольку не важно, а определяется только начальным и конечным состоянием, начальным и конечным состоянием, то мы можем ввести, то есть мы можем сказать следующее, что вот это вот дельта Ку делить на Т является некоторым полным дифференциалом полным дифференциалом от некоторой новой функции. То есть введем дельта Ку делить на Т, определим как ДС, где С носит название энтропия. С – это энтропия. И введенное таким образом понятие энтропии – это термодинамическое определение энтропии. Термодинамическое определение энтропии. Вот здесь любопытно. Дельта Ку не является полным дифференциалом. А вот дельта Ку делить на Т – уже полный дифференциал. Вот такой вот множитель, ну, в данном случае единица на температуру, будучи введенным, переводит не полный дифференциал, как это произвольная функция, зависящая от траектории, фактически вариацию функционала, в полный дифференциал. Единица на Т носит название интегрирующего множителя. Интегрирующего множителя. Ну, введенная таким образом энтропия, ну, может быть, понятно, проинтегрирована. И тогда дельта С есть интеграл от вот этого А до В от дельта Ку делить на Т. То есть, таким образом, введенная энтропия вводится с точностью до некоторой произвольной постоянной. Вводится с точностью до некоторой произвольной постоянной. И для того, чтобы избавиться от этой постоянной, от этого произвола, обычно нужно как-то доопределить эту энтропию. Мы сейчас ее доопределим как-то сейчас, ну, скажем так, с потолка доопределим, а на следующем, в следующий раз, когда будем вводить другое определение энтропии, уже статистическое, будет понятно, откуда берется такое доопределение. Итак, полагают, что энтропия равна нулю, полагают, что С равна нулю, при Т равном нулю. Вот это дополнительное ограничение на энтропию. То есть, это способ убрать произвол в определении. Что еще можно сказать про энтропию? что энтропия, поскольку она зависит только от начального и конечного положения нашей системы, является параметром состояния. Энтропия – это параметр состояния системы. Параметр состояния, ну, причем, ну, в общем-то, такой же, как температура, давление или объем. Меняется состояние, меняется энтропия. На этом деле мы ввели некоторое однозначное определение, однозначное значение, выражение для энтропии. Но есть еще один нюанс. Значит, все, что мы сделали и введя это определение мы ввели для обратимого квазистатического процесса. Для обратимого квазистатического процесса. любые точки. Это любые точки. Но я назвал А и Б, на самом деле здесь можно было ядничка, двойку поставить, не знаю. То есть первое состояние, второе состояние. А и Б это просто первое и второе состояние. Если система переходит из состояния один в состояние два, то изменение энтропии будет вот такое. Мы можем найти изменение энтропии в качестве примера для идеального газа. В общем-то ничего сложного нету написать первое начало термодинамики. Дельта С это интеграл от ДУ ДУ плюс ПДВ делить на Т. У переписываем как ЦВ ДТ А ПДВ можем выразить например из первого из уравнения Менделеева Клаперона например. Из уравнения Менделеева Клаперона у нас ПВ равно Ню РТ тогда отношение П к Т есть Ню Р делить на В. Здесь будет ЦВ плюс Ню Р ДВ делить на В. Здесь берется от первого состояния какого-то до второго состояния какого-то. Первого до второго. Первое это как бы А, второе у нас В. А теперь интеграл ДТ делить на Т это натуральный логарифм и мы получаем ЦВ натуральный логарифм Т2 к Т1 плюс Ню Р Ню Р Ню Р натуральный логарифм В2 к В1 логарифм политропическим процесс политропический С константа если С константа то дельта Ку равно С на ДТ на ДТ и тогда у нас вообще все просто тогда дельта С равно интеграл от С ДТ на Т или же С натуральных логарифм Т2 к Т1 С натуральных логарифм Т2 к Т1 Вот так находится изменение энтропии Ну и можно взять для всех политропических процессов кроме одного Это кроме изотермического процесса При изотермическом процессе здесь будет 0 умножить на бесконечность То есть неопределенность И тогда нужно пользоваться верхним выражением Наверное на этом на сегодня все И всем кто выдержал спасибо